Всем привет! Продолжаем обзор новинок концепции SCS. У меня в руках новый Invict. На самом деле со старым его обменяет, пожалуй, только название. Спиннинги кардинально поменялись. Они стали более универсальными по строю. То есть, если раньше Invict были условно универсальными, то теперь это, можно сказать уверенно, самая универсальная модель Nord Stream, которая подходит для рыбалки практически любым видом приманка. Понятно, что он проигрывает специализированным, но как палка, скажем так, для первого раза, ну вот она для этого сделана, собственно говоря. Подходит вполне-вполне ничего себе. Значит, что поменяли? Палки стали более мощные, более надежные, причем так надежные, сильно надежнее. Возможно, некоторые модели вам покажутся чуть коловатыми, но это на берегу. На воде проблем с низами теста, по крайней мере, в забросе нет никаких. Надо учитывать, что спиннинг не джиговый, поэтому это тесты поставлены именно по забросу. Если планируете ловить поджиг, как бы вы используете под джиг, то тогда прибавляете там пару-тройку грамм на низах. Соответственно, вверх обозначен именно как максимальная возможная совокупная масса приманки. Если это опять же джиг, то это голова плюс приманка. Спиннинги характерны тем, что забрасывают далеко, легко и сами. Это особенно с устроенными теми. В принципе, так как это все рассчитано в первую очередь на начинающих, никаких заморочек с разгоном спиннинга, попыткой достичь максимальной дальности выпрыгивания штанов, здесь этого ничего не надо. То есть по сути махнул, приманка полетела. Вот основное, что могу сказать про Invict. Единственное, что как бы маленькая ложечка дегтя, спиннинги стали чуть-чуть тяжелее. Именно за счет того, что мы сделали намного более надежный бланк, особенно вершину. И немножко стабилизировали, скажем так, строй для оптимальной работы с разными вариантами приманок. Кстати, картыши вполне нормально подходят под твич, что в принципе в старом инвеке тоже не было. Ну, наверное, на этом все. Более детально уже выйдет летом. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся на ладе. Субтитры создавал DimaTorzok